Рис и пшено Цены на зерно твердых сортов пшеницы выросли за последние два месяца почти на 70%. Еще в сентябре килограмм пшеницы твердых сортов стоил порядка 11 рублей. По словам экспертов, это неотвратимо повлечет за собой увеличение стоимости макаронных изделий. По оценкам экспертов, качественная вермишель может вырасти в цене на 20-25%. Рост доллара, экономика России нестабильна. Многие производители, возможно, будут компенсировать свои убытки тем, что будут поднимать цены на свою продукцию. Но с другой стороны, есть рынок, и он ограничивает возможности производителя поднимать цены. Потому что потребитель не может, если ему не увеличивать его доходы, если не увеличить его заработную плату, реагировать на рост ценообразования. То есть он просто-напросто отказывается от той или иной продукции. Поэтому, скорее всего, вот этот момент, конкуренция заставит производителей более внимательно относиться к своему ценообразованию. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России вступили в силу изменения в закон о регистрации прав недвижимости, сделки по продаже по стороннему лицу, доли в праве общей собственности, земельной доли и недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину или гражданину, признанному ограниченно дееспособному, отныне подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Нотариальному удостоверению, согласно нововведениям, также подлежат сделки, связанные с распоряжением недвижимым имуществом на условиях доверительного управления или опеки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Согласно данным опросов, более половины граждан нашей страны вообще не волнуют курс рубля и доллара. Регулярно отслеживают колебания валютного курса только 20% россиян. При этом почти у половины жителей нет никаких сбережений, и они свободны от мысли о взаимоотношениях валют. Цифры, приведенные социологами, говорят прежде всего о росте бедности и связанной с этим апатии. Если люди не отслеживают курсы валют, значит их не интересует информация. Стало быть, кошелек почти пуст, хорошо, если хватает на самое необходимое. За курсом слежу, потому что он связан с этой работой. А по поводу влияния, ну, считаю, что, конечно, в любом случае он оказывает. Если посмотреть, допустим, на динамику цен до нового года, после нового года, то особо-то она не отличается. То есть, ну, я считаю, что это все-таки регулируется нашей нефтедобычей, параметрами увеличения. То есть, денежность СССР в любом случае страну поступает. Слежу относительно, потому что валюты на счетах нет, и поэтому мне абсолютно все равно жить нужно при любых обстоятельствах. Слежу. Очень, конечно. Вопрос, который он повышается, меня интересует, потому что это в плане, конечно, экономики России. Наши, минус. Ну, ничего сказать. Дальше сказать ничего не могу. Ну, экономическую оценку я не могу этому дать. Не такой уж я умный экономист в этом плане. Но то, что это коснется, допустим, моего кошелька, я думаю, что оно коснется. Курс доллара и курс евро, конечно, влияют на экономику страны, в связи с тем, что большинство закупаются техникой у американцев, у немцев. Потому что мы не можем это производить и делать. Конечно, влияют. Хотя у нас богатая страна, насыщенная, нам не хватает просто, я думаю, навыков, образования. Я особо не слежу. Слежу только, когда за границу надо ехать. Покупаешь доллары. И все. А так? Нет. Слышу от знакомых. Поднялся доллар, поднялся доллар. И все. Конечно, влияет. Я вот живу на севере. У нас нефть покупают за доллары. Естественно, у нас это ощутимо. Я слежу за курсом валют, потому что как-то раньше отпуск проводила где-то за рубежом. А вот в 2015 году этого сделать не могла. Ну и, конечно, общая ситуация, и курс валюты, и экономика, она повергает в какое-то уныние. Цена на бензин в одном из городов штата Мичиган упала ниже 10 центов за литр, что составляет около 8 рублей по курсу Центрального банка. Об этом на своих страницах со ссылкой на телеканал ABC пишет московский комсомолец. Эксперты, занимающиеся мониторингом цен на бензин в США, заявили, что произошедшее в Мичигане является результатом ценовой войны, которую ведут между собой три местные бензоколонки. По их словам, ни один другой регион в стране не отреагировал на снижение цен на нефть подобным образом. Сейчас стоимость галлона в среднем по стране составляет 1 доллар 89 центов, около 40 рублей за литр, что всего лишь на 17 центов ниже среднего показателя за 2015 год. В 2008 году на пяти нефтяных цен галлон бензина стоил порядка 4 долларов, а на некоторых бензоколонках 6 долларов. Тарифы в рост, как изменится оплата коммунальных ресурсов в Омской области? Таким вопросом задаются еженедели к аргументу и факту. Согласно предварительным расчетам, основную роль в этом повышении сыграет возрастающий каждый год норматив потребления. С 1 января 2016 года на треть вырастет норма потребления электричества, услуг водоснабжения и водоотведения, подачи тепла. В следующем полугодии повышающий коэффициент будет уже 40%. Большую часть переплаты по квитанцам для жильцов, не пользующихся счетчиками, составит платеж услуг именно водоснабжения и водоотведения. Так, омская семья из трех человек, проживающая в трехкомнатной квартире площадью 54 квадратных метра, оборудованной приборами учета, во второй половине 2016 года будет вносить примерно 4550 рублей за коммунальные услуги. Без приборов учета их платеж составит почти 5700 рублей. В Омске уже второму руководителю фонда капремонта поставили неот, об этом пишут на своих страницах коммерческие вести. Свой вердикт заместитель председателя областного правительства Станислав Гребничаков озвучил на совещании по итогам проведения в 2015 году капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территорию Омской области. Чиновник назвал темпы проведения капремонта жилья по региональной программе неудовлетворительными и потребовал от руководителя фонда капремонта исправить ситуацию до 1 апреля. Кроме того, неудовлетворительной была признана работа замминистра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области Дмитрия Шикалова, одной из основных должностных обязанностей которого является обеспечение реализации программы капремонта. Напомним, Александр Рудюк является вторым руководителем регионального фонда капремонта. Работа предыдущего руководителя регионального оператора также была признана неудовлетворительной. Министерство здравоохранения России нашло способ восполнить кадровый дефицит в российских поликлиниках, пишет коммерсант. Ведомство заставит всех молодых врачей по окончании своего образования отработать несколько лет в государственных медицинских учреждениях. О такой мере, которую предлагает министр Вероника Скворцова, пишет издание. По ее словам, уже подготовлен проект нормативного акта, согласно которому молодым врачам, прежде чем уйти в частную практику, необходимо будет отработать на государство определенное время. Скворцова не уточнила, о каком сроке идет речь, но добавила, что Великобритании, по ее данным, он составляет пять лет. Исходя из этого, она считает, что в России подобные ограничения также не должны быть больше этого времени. Редактор субтитров А.Семкин